Моего отца обманули, забрали квартиру. Мой отец физически недееспособный. Был, оказывается, совершен договор о купле-продаже. По-моему, не было сделано, потому что мы до сих пор не получили никаких видеосведений. Против вашего ли они забирают вас сейчас? Его похитили, и я не знаю его местонахождение, я не могу с ним связаться. Так как, если я звоню на телефон, он не поднимает телефон. Почему вас приветствуют? Почему задеряете сейчас? Нет, пока не для себя. Почему вас приветствуют? Впоследствии, опять-таки, дело не было возбуждено, вообще не обратили внимания, просто отказали нам. Держат они в другом месте, прячут они. Эти люди его держат где-то, увезли похитили, и он не подвергается никаким лечениям, и он просто ждут, когда человек умрет. Они даже не скажут, где они сейчас его, прячут они, понимаете? Похищение человека, мошенничество в особо крупных размерах, не наказуемо у нас сейчас на данный момент в Узбекистане. Эти люди, мошенницы, их было 4 человека с их адвокатом, разговором папа сказал, что у него деньги забрали и положили куда-то в сейф. Я не знаю, как это. Я вас прошу, спасти жизнь моего отца. Я вас прошу, спасти жизнь моего отца. Я вас прошу, спасти жизнь моего отца. Меня зовут Артур. Я хочу обратиться к президенту Республикистана, прокурору Республикистана и министру внутренних дел Абхистана. Дело в том, что моего отца обманули, забрали квартиру. Мой отец физически недееспособный. Прошло это в том году, летом. Я несколько месяцев не мог дозвониться до своего отца. Он был болен. Но я, как многие люди, выезжаю за границу на заработки. И регулярно отправлял деньги, помогал своим родителям. Мои родители, мама и папа, они разведены и живут отдельно. И поэтому я должен был их отдельно поддерживать. Долгое время не было проблем у меня. И несколько месяцев я не мог дозвониться до своего отца. Он не уходил на контакт. Через своих родственников я узнал, что папа не уходил на контакт. Люди какие-то чужие берут телефон дома. И то, что там живут другие люди. Мне пришлось срочно бросить мою работу и узнать, в чем дело. Приехав сюда, я понял, что здесь проживают люди. И непонятно, в чем дело. И на незаконных основаниях проживают в квартире. Для этого нас в дом не пустили. Я нанял адвокатов. В помощь адвокатов мы обратились к инспектору району, чтобы инспектору профилактики, чтобы посетить и провести примирительные собеседования. И понять, в чем дело, почему люди там живут, как на каком основании они там проживают. Выяснилось в том, что во время нашего собеседования выяснилось, что папа обманули. Так как папа искал просто сиделку, которая... Ну, ему нужна просто была женщина рядом и все. Эту женщину встретил на улице, где-то возле аптеки, когда он ходил, гулял по улице. Она сказала, я могу просто к вам приходить, помогать и все. Но мы должны это просто заключить какой-то договор. Ну, папа у меня, он честно сказал, да, без проблем, давайте просто приходите, будьте, надо готовить, все такое. И они пошли к нотариусу, к районному, и там это все заверили. Но получилось в том, что при заверении контракта у нотариуса все было на узбекском языке, и папа не понимал вообще, он плохо видит и плохо слышит. При оглашении догора был, оказывается, совершен догор о купле-продаже, а не о услугах сиделки. И получилось, что папа обманули, он ничего не слышал, не понимал вообще, что происходит. Он просто на доверие людей понадеялся на нотариуса, который должен был эту видеозапись зафиксировать, что делают все нормальные нотариусы, которые должны это контролировать, чтобы потом избежать каких-то недоразумений. Это, по-моему, не было сделано, потому что мы до сих пор не получили никаких видеосведений. Во время беседы выяснилось, что папа, его обманули, и мы сказали, вот ваше имя на контракте, показали, вот ваше имя, вы хозяин квартиры, а она будет просто проживать. Но на самом деле, когда мы были у них в гостях, у папы с этой женщиной, они сидели, разговаривали, папа, когда адвокаты объяснили, в чем дело, и мы разъяснили, что там вообще этого не стояло, а произошла просто купли-продажа. И во время купли-продажи папа не получил ни копейки денег, ни копейки, вообще ничего не получил. Получилось так, что его обманули, и эти люди сейчас проживают в его квартире полной семьей там. И он сейчас, на данный момент, получилось так, что его просто увезли за город, его похитили, и я не знаю его местонахождение, я не могу с ним связаться, так как если я звоню на телефон, он не поднимает телефон. С помощью адвоката мы начали процедуру, мы обратились в РОВД района, Сергилийского района, к инспектору профилактики, чтобы начались следственные расследования, чтобы разобрали, в чем дело, имея наши доказательства. Но нам отказали в расследовании, сказали, что все нормально. Дело было закрыто. Потом мы пошли к прокурору Сергилийского района, там подали заявление с документами. Я лично разговаривал с прокурором Сергилийского района, я лично передал нашу видеозапись, наш разговор с флешкой, с записью прокурору. Впоследствии, опять-таки, дело не было возбуждено, вообще не обратили внимания, просто отказали нам. Наши следующие шаги были такие. Мы пошли к прокурору города Ташкента, там подали заявление. И только после этого, при письменном распоряжении, прокурор города Ташкента, прокуратура Сергилийского района, начали расследование, передали дела обратно в Сергилийский район, в РОВД, стали вести расследование. Но оказалось, что, по мнению следователя, не было достаточно улик, по мнению следователя, и дело опять было закрыто. Но мы, опять-таки, мои адвокаты настояли, добились того, что все же было назначено расследование. В итоге чего было назначено расследование. Опять-таки, по заявлению, письмам заявления прокурора города Ташкента, это была просьба, чтобы провели медицинское расследование в психиатрическом диспансере города Ташкента. Что мы сделали? Результат был, естественно, понятен. Было выяснено, что папа не идееспособен. Он не мог вести дела. Он сейчас, на данный момент, у него болен. У него есть медицинская карточка в поликлинике, которую вел всю свою жизнь. Там история его болезни. У него шизофрения, у него деменсия, у него микроинсульт был. И у него туберкулез. Он больной, ему нужно лечение. Но эти люди его держат где-то, увезли, похитили. И он не подвергается никаким лечениям. И он просто ждет, когда человек умрет. В итоге мы хотим, мы добиваемся, чтобы эти службы все-таки разобрались и приняли меры, чтобы нашли мою папу и все-таки возбудили уголовное дело, которое закрыто, которое никто не хочет открывать по каким-то причинам непонятным. Если смотреть действия прокуратуры РУВД, то получается, что похищение человека, мошенничество в особо крупных размерах, не наказуемо у нас, честно, на данный момент в Узбекистане. В нотариусе, когда был составлен договор, папа не присутствовал при его обсуждении, так как он ждал в зале ожиданий. Женщина, которую папа обманул, она сама вела разговор с нотариусом на узбекском языке. Папу только потом пригласили подписать договор о купле-продаже. Но до этого она папу убедила и сказала, что у нас будет просто договор о ее услугах, как сиделки, и все, больше ничего. Но когда мы же дома были, и когда папа все понял, когда адвоката мои разъяснили, он понял, что он был обманут, и он там был возмущен. Он сказал, я этого и боялся, что меня обманут. Но даже при этом, сидя дома, женщина сказала, нет, ты хозяин этой квартиры, и все. Она, понимаете, мой отец, он сейчас как ребенок, он всем доверяет и верит, что это ему женщина говорит, так как она сейчас там живет вместе с ним. Он куплю-продажу была произведена, но он имеет право там жить. И на данный момент папу использует. Папа высокопередия для Удагстана, и он сейчас на данный момент кормит всю их семью. Все его, которые деньги были, они уже сняли и потратили, и купили дома что-то, я даже не знаю. Но папа сам при разговоре, при интервью, он нам сам сказал, что он снимает деньги и кормит всю семью. И позже он также при встрече с адвокатами, он сказал, что он боится за свою жизнь, и поэтому он соглашается на все эти условия. Но то, что он как ребенок, и как то, что он сам недееспособен, это очень влияет на, возможно, на процедуру, то, что папу никак прокурор не подал заявление о признании его недееспособным при наличии экспертизы психиатрического диспансера, также при наличии медицинской карточки папы. На данный момент, наше дело на данный момент в суде, где мы хотим признать этот договор купли-продажи недействительным. По моему мнению, в суде на данный момент происходит множество нарушений. Сейчас процесс по непризнанию договора купли-продажи у нас в суде, в гражданском суде. По моему мнению, там сейчас происходит нарушение, так как во время процесса первое слово дали моему папе, так как папа не может дать объективную оценку ситуации, так как он болен. И при наличии экспертизы психиатрического диспансера и также всех доказательств судья все же стал начинать судебный процесс, дав слово моему папе. И я считаю это неправильно, так как папа на данный момент не может говорить объективно и воспринимать ситуацию серьезно, так как он болен. Это первое. Второе. Для меня, например, непонятно, как судья, не имеющий медицинское образование, который не проходил никакого обучения медицинского, может выносить решение о состоянии человека здоров или он нездоров. Когда как профессионалы, психиатрические диспансеры, там несколько людей было во время разговора с папой, они всего выслушали и вынесли свое решение. Но на мой взгляд, то, что судья должен решать, с его стороны папа идееспособен или нет, я считаю это неправильно на данный момент. Он должен был считаться со всеми этими доказательствами, со всеми состояниями папы и только на этом основании решать правильные, делать правильные выборы. Но я надеюсь, что это будет правильное его все-таки наблюдение, так как папа все-таки видно по нему, что он болен, и надеюсь, что это все вполне закончится. Но сейчас, на данный момент, идет неадекватная работа в суде, и он, я считаю, что суд неадекватно подходит к этому делу, и я за это переживаю. После суда я хотел взять папу, я был с моей тетей, с родной сестрой папы, мы хотели взять ее просто куда-нибудь в кафе покушать. Эти люди, мошенницы, их было 4 человека с их адвокатом, они просто нам не дали его, они его взяли под руки, просто под руки, чуть ли не из-под земли его, потащили его домой. Несмотря на то, что мы сопротивлялись, мы им просили доказать документы, которые позволяют им распоряжаться папой как своей вещью, или какие-то документы, чтобы они могли подтвердить, что они имеют право на это. Они ничего не могли предоставить, они просто папу взяли и увезли просто в непонятном направлении. Мы сняли это видео, это и есть. Адвокат, который их защищал, он сопутствовал и сопротивлялся всем нашим действиям, чтобы нам папу просто дали с ним покушать. Нам этого не позволили. Мы не стали дальше поднимать какие-то шумы или драку. Нам это не надо было, нам не важнее было здоровье папы. Мы просто пока оставили как есть и просто наблюдали молча. Мы молчать не будем, мы будем дальше бороться, я буду бороться за папу. Я надеюсь, что общественное мнение все-таки как-то на это тоже повлияет и поможет решить эту проблему, так как это не единственная, я думаю, проблема только со мной у нас в обществе. Мой папа сейчас на данный момент, он идет на все условия, которые эти мошенники ему говорят. Почему? Потому что во время нашего собеседования он признался, когда был один с нами, со мной, с адвокатами, он признался то, что он боится, что его отравят и что он останется без дома, и что выгонят, и он просто останется без ничего. За это он боится, за свои вещи. За свою жизнь. Во время, на данный момент у папы были на сбережении много денег, все они его забрали. Эта женщина забрала, и по его разговору папа, он сказал, что у него деньги забрали и положили куда-то в сейф. Я не знаю, как это может происходить. И сейчас, на данный момент, папа кормит их всех, всю семью. Причем, как женщина сказала, эта мошенница сказала, что она его будет за ним заботиться, его содержать. Если даже был бы официальный контракт с пожизненным содержанием, то по контракту этот человек должен полностью его обеспечить, полностью едой, одеждой, медицинской обслуживанием. Полностью должно быть это было производиться со стороны человека, который должен ухаживать по контракту с пожизненным обеспечением. Но этого не происходит, так как как только затрагиваются вопросы эти, женщина начинает это мошеннице вилять. Она говорит, да, я купила, квартира моя, но она как бы, она заботится, но без контракта. Вот так. Одним словом, она делает, что хочет, меняет свои мнения, меняет все подряд, прямо на ходу. Либо соврать всем. Она врет и нам, и следствия, и прокуроры, и суде. Поэтому очень сложно с мошенниками бороться. И я надеюсь, что это общественное мнение, и органы, вышестоящие прокуратура, МВД, все они все-таки прислушаются ко мне и сделают правильные выводы, и все же вмешаются в это дело, и все исправят правильно, как положено. Я столкнулся с многими проблемами. Во-первых, когда мы связались с участковым профилактики, он закрыл дело. Я не понял, почему закрыл дело, потому что я ему попросил лично, я у него был на собеседовании, я попросил, расследуйте, здесь что-то не то. Тогда, на то время, я не знал, что это было на самом деле. Он закрыл дело. Хорошо, мы пошли, я позвонил в РОВД, также попросил открыть дело. Они приняли, они сказали, да, вы нам перезвоним. Мне не перезвонили, дело не открыли, даже не захотели дело вообще открывать ничего. Через какое-то время я еще раз позвонил в РОВД, узнав, что дело закрыли, незаконно, да. Я попросил, чтобы открыли судебное расследование против инспектора профилактики. Но это дело было не открыто, и вообще меня больше не слушали, не то, что не слушали. Когда я звонил, они просто клали телефон, как только знали, что я звоню. Я представлялся, что меня зовут Артур и все такое. На данный момент испытывают трудности. Я думаю, что здесь что-то нечистое, и где-то кто-то, какой-то имеет свой интерес. Я так, по моему мнению. Вы знаете, я был везде. Я был в районе прокуратуры, я был в городской прокуратуре, я был также в генеральной прокуратуре, в РОВД был, я везде был. Я не знаю, в чем дело, что происходит, но дело в том, что эта женщина, она работала в суде. По моему мнению, на данный момент, почему дела не идут, из-за того, что, возможно, по моему мнению, что это влияет на то, что женщина работала в суде, и каким-то образом она сопротивляется, и знает, как это, благодаря своим связям, она закрывает дела и притормаживает дело. И все эти органы, вышестоящие, зная и имея все документы, я не понимаю, почему они не могут ничего поделать, не могут открыть уголовное дело и принять нужные меры против мошенников. Мне непонятно, почему закон не работает, почему вышестоящие органы ничего не делают. По моему мнению, это, потому что эта женщина работала в суде, на это все влияет, по-моему, как-то. В то время, когда все вышестоящие органы, суд, они должны быть независимые, они быть нейтральны и должны выносить правильные решения по факту, использовать все материалы, доказательства. Но на данный момент это не происходит, все идет в одну сторону. Они принимают, по моему мнению, сторону мошенницы. Почему мое мнение такое? Потому что на данный момент вышестоящие органы, они ничего не делают, дело закрывается. Я не могу пробить это дело. В суде суд не дал даже слова сказать моим адвокатам, он просто выслушивал стороны мошенников и все. И на этом дело было просто закрыто, она была не закончена, она была отложена. Будет скоро еще одно дело, потому что дело было перенесено. Я надеюсь, что все это будет положительно. Но по моему мнению, что здесь есть или связи влияют этой мошеннице, или есть какой-то интерес финансовый, я не знаю, в чем дело. Но это такое сейчас на данный момент происходит. Учитывая все вышесказанное, что я только что все рассказал, я обращаюсь к президенту Республики Пистан, к генеральному прокурору Республики Пистан и министру внутренних дел. Я вас прошу очень взять это мое дело под личный контроль, так как без вашего участия и без вашего контроля ниже стоящего органа они не будут это рассматривать. Я вас прошу спасти жизнь моего отца, которым сейчас на данный момент 81 год будет в мае. И он очень болен, ему нужно лечение, ему он нездоров, ему нужно профилактическое лечение, ему нужно принимать лекарства. От вас зависит его жизнь, зависит жизнь человека. И я верю в то, что вы вмешаетесь, и вы возьмете по свое наблюдение и контроль, и сможете разобраться правильно, учитывая все доказательства нашего обстоятельства этого дела, и спасти жизнь моему отцу. Я в это очень верю, так как всегда говорилось, что все делается для народа, и я верю в это, что это произойдет. Но если вдруг, даже если не получится, по каким-то причинам непонятным, хотя я уверен, я знаю, что вы можете это все проконтролировать и это решить, но в случае, если это не получится, то я буду вынужден обратиться в Международный суд, в ООН, и там поднять этот разговор о нарушении прав человека, о мошеннистве со всеми исходящими последствиями. я понял, что я с ним объясню, что вы можете сделать их над видом, что вы можете сделать их обращение у вас, поэтому вы можете сделать их учитываю. а я овлен танец гендер у айол мурача чин айчево и че суда ищи лея вау айол булана уйларики генде а уйня узлаштырген на таруске оборган на таруске узи крик геплэш шикан булана отеля ищет меган айчево и че ва уйня узнамиде уткыз болея буны хамасыны булана уголлара фактлэм алып ичик щеки мураве прокатуре ги мурачат к геннады прокатуре тирга уткызшун ичике гайборган ичик щарисы бу ищли япы бюорган мурачат чиня уринли и на каи тиразаргі сабаба ботты уллай уйла отеля куша судді ещлэген айолдан коркып ичик щи яп бурган ва прокатуре гэмбуны дэлен ау шки козы нюмп отырпты дэдді ги шунакам мурачат каатті ле мурачатлар на ахрады презинетке мурачат кодді ле ва узбекистан дайрыси дэ бу еш адолат ги курулмасы мирау ой сутге чыгышке яни джамон сутге чыгышке мачбур болам андеп еттілэ куллэс уртағы буза билан холи ле максимал нюш маншу мавзуны лайк босып таркатып муха көмелнеге сабаб болшыге сіле сабабчу босы илэ був муаму качаңдар тілан енбашы илэгі түссі сіле ярдан берген боласы ле ва сіле гэм ярдан бершады ерпай билан холиң біз журналистик текшілуңы дам митамыз ва ўшбу холатны вакуалатымыз дайрыси дэ назарат каоламыз саламат байден саасы күрра юргын тағы пақта күріп анатолий анатолий Против вашей воли заберет сейчас его. Они сейчас не дома охранят его. Не дома сейчас они. Не дома они сейчас его. Держат. Держат они в другом месте. Прячут они. Они прячут сейчас отца вашего. Они прячут они вас. Я не хочу убить. Что провоцируешь? Специально провоцируешь. Они не имеют права против вашей воли. Они нас строят. Специально делают. Они специально нас строят. Они специально. Они против вашей воли заберет сейчас. Против вашей воли. Почему? Почему? Почему вообще? Я как-то сыну. Я как-то жерт. Домой разговаривали. Вот я говорю против вашей воли заберет. Да, против моей воли забрали. Они даже не скажут, где они сейчас его. Прячут они, понимаете? Он дома не зевер. Понимаете? Прячутся. 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 Продолжение следует...